Владелец аэропорта Владивостока готов его продать. Однако вначале, по словам главы Шереметьева Михаила Василенко, намерен повысить его инвестиционную привлекательность. Цитирую, сейчас решено не спешить с продажей нового аэропорта. Пропускная способность нового аэровокзала будет 3,5 миллиона пассажиров в год, тогда как текущий пассажиропоток всего 1 миллион 800 тысяч. Имеет смысл довести его до 3 миллионов пассажиров и только потом привлекать инвестора. Достичь заявленной цели планируется за счет привлечения транзитных пассажиров. Для этого местные власти и администрация аэропорта добились для иностранных авиакомпаний режима открытого неба. Параллельно обсуждается вопрос по безвизовому транзиту. По мнению Василенко, пассажиропоток аэропорта растет на 20% в год. В конце прошлого года Шереметьево уже вел переговоры с потенциальными покупателями. Этим активом интересовалась группа Ренова, однако переговоры ничем не закончились. Также к нему присматривался владелец аэропорта Хабаровска Константин Басюк. Среди потенциальных инвесторов называлась и корейская Инчхон, которая уже купила 10% Хабаровского аэропорта. По формуле, которую эксперты предлагают для оценки стоимости аэропорта, это 70 долларов за пассажира. При пассажиропотоке в 3 миллиона человек в год весь комплекс может стоить соответственно 210 миллионов долларов. Если покупатель не найдется, то аэропорт войдет в объединение Шереметьево и Внуково как дочернее предприятие.